МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грубую педагогическую ошибку совершил теперь уже бывший директор 12-й школы. Руководитель образовательного учреждения зацепил зеркалом автомашины школьника и скрылся с места ДТП. Какое наказание понесет педагог? Десять новых лифтов установлены в многоквартирных домах Дзержинского района. Средства поступили из регионального фонда содействия капитальному ремонту. Сегодня оборудование передано по актам эксплуатирующей организации. Сегодня 5 декабря – Всемирный день волонтера. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать добровольцем? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги, я, Марина Хрусталева, готова рассказать о событиях минувших выходных и понедельника. Грубую педагогическую ошибку совершил теперь уже бывший директор 12-й школы. Руководитель образовательного учреждения зацепил зеркалом автомашины школьника. При этом он не досужился спросить о состоянии потерпевшего. Он просто уехал с места ДТП. Кадры происшествия вы сейчас видите на ваших экранах. Идите, блин! Блин, Саша, ты чё? В зеркало смахнул? Ты чё, б***ь? Открой дверь! Ты чё творишь-то? В 8 часов 13 минут водитель автомашины Мазда ЦХ-5 следует по улице Некрасов, возле дома номер 14А по улице Некрасов, допустил наезд на пешехода, на ребёнка, следующего по краю проезжей части на встречу движения транспортного средства. В результате должного транспортного происшествия ребёнок получил незначительную травму, водитель с места ДТП уехал. Не вышел из машины, не удостоверился в том, что с ребёнком всё хорошо, и самое печальное, что уехал. Это, конечно, недостойно директору школы. Об инциденте в управлении образования стало известно на следующий день. А сегодня работодатель администрации города расторгла трудовые отношения с директором школы. Мужчина был назначен на должность в 2013 году. В системе образования работал с момента окончания вуза, рассказывает Юрлов. И в продолжении темы. Смертельное ДТП с юными спортсменами произошло накануне в Югре. В воскресенье 4 декабря на трассе Тюмень-Хантамансийск столкнулись автобус, в котором ехала детская команда Нефтьюганска по спортивной акробатике. Грузовик и два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли 12 человек, из которых 10 дети. Также пострадали 22 человека. В реанимации находятся 11 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Со словами соболезнования к родственникам обратился президент России Владимир Путин. Он дал поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать медицинскую помощь пострадавшим на должном уровне. В Хантамансийском автономном округе сегодня день траура. Количество дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов на пешеходов на переходах, как регулируемых, так и нерегулируемых, на территории Нижнего Тагила сократилось, рассказал на совещании в мэрии начальник ГИБДД Анатолий Чернов. В целом по городу у нас очаговыми получается 13 улиц и автодорог на пешеходных переходах, где происшествия данного вида повторяются. Либо два в пятнадцатом, два в шестнадцатом, либо по три по четыре происшествия на данных улицах. Это у нас строителей, проспект Мира, Ленинградский проспект, Индустриальная, Илыча, Черносточное шоссе, Уральский проспект, улица Зари, улица Садовая. Так, в прошлом году подобных ДТП зарегистрировано 50 случаев, в этом 30. Снижение удалось достигнуть благодаря слаженной работе ГАИ с администрацией города. Но все же, отметил Чернов, особо опасные участки остаются. И таких по городу порядка 13. Работу в плане безопасности пешеходов на дорогах города нужно продолжать. В каждый случай, отметил Носов, недоработка той или иной службы. Черно-белая зебра на пешеходных переходах уже в следующем году станет прочной. Вместо краски будут наносить пластик. Подобная практика уже применялась вблизи образовательных учреждений в этом году. Также планируется в 2017-м установить порядка шести километров ограждения вдоль оживленных трасс. Ведется работа и по демонтажу наружной рекламы, которая препятствует видимости. Дорожники от главы города также сегодня получили особое указание. Надлежащим образом и в срок проводить ремонтные работы на автодорогах города в летнее время, а в зимнее вовремя вывозить снег. Я еще раз хотел бы обратить внимание, я не буду поднимать дорожников сейчас, мы с вами на эту тему много говорили. Значит, вот это время, когда снега нету, надо интенсивно использовать для вывоза, для уборки. Суд присяжных снял обвинения в бандитизме с участников преступной группировки. По версии следствия, преступная группа, имевшая на вооружение пистолеты, револьверы, мачете, с весны 2014 года по июль 2015 года совершила 26 разбойных нападений, грабежей и вымогательств. Жертвами нападений в основном становились жители Дзержинского района. Как правило, участники группировки нападали на наркозависимых и наркопритоны. Сами подсудимые не скрывают, что боролись с разгулом наркомании в городе. В продолжении темы. Подозреваемый в тройном убийстве задержан на месте преступления. Накануне в ходе отработки сообщения, поступившего от местной жительницы, в квартире дома на улице Чеплыгина полицейские обнаружили тела троих мужчин с множественными ножевыми ранениями. Также в квартире находился подозреваемый 1965 года рождения. Судимый еще по уголовному кодексу за убийство и кражу. При осмотре места преступления изъяты отпечатки пальцев и предметы, которые могут являться вещественными доказательствами. Судя по всему, убийством предшествовало распитие спиртного. В настоящее время сыщики проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. К другим темам. Министерство общественной безопасности появится в Свердловской области. Губернатор Евгений Куй вошел внес изменения в указ о правительстве и исполнительных органах государственной власти Свердловской области. Новое министерство будет курировать практически весь комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Временная согласительная комиссия по бюджету региона завершила свою работу. Накануне на завершающем заседании была рассмотрена балансировка доходных и расходных статей бюджета области на 2017 год. По словам губернатора, в проекте бюджета учтены наказы избирателей, а также положение послания президента Федеральному собранию. При балансировке бюджета были дополнительно предусмотрены средства на строительство школьных стадионов, на субсидии муниципалитетам для организации детской здравительной компании, на мероприятия по ликвидации самовольных свалок, на развитие дорожной системы фото- и видеофиксации нарушений, на газификацию. Общая сумма корректировки почти 3 миллиарда рублей. И в продолжение темы о бюджетных процессах мы поговорим с экспертом. Гость в студии сегодня Елена Долженкова, доцент кафедры гуманитарного и социально-экономического образования НТИ филиала УРФУ, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Сегодня можно часто слышать претензии в адрес Нижнего Тагила в излишней закредитованности, но эти бизнес и бюджеты разных уровней, в том числе и областной, имеют кредиты, что дает возможность развиваться. При этом муниципалитет часто использует инструменты реструктуризации. Насколько они эффективны? Как вы считаете? На самом деле инструменты реструктуризации достаточно эффективны сегодня, поскольку позволяют муниципалитету эффективно расходовать бюджетные средства. И вот эта вот реструктуризация как механизм на сегодняшний день имеет положительные тенденции в муниципалитете нашего города. Так, например, по состоянию на 1 июля 2016 года муниципальный долг муниципалитета города Нижний Тагил сократился практически на 50%. За 9 месяцев, опять же, текущего года это сокращение еще большее. Соответственно, раз муниципальный долг сокращается, то мы тем самым укладываемся в лимиты, установленные бюджетным кодексом Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какие кредиты лучше брать в городу, межбюджетные, либо какие другие варианты? Ну, на самом деле межбюджетное кредитование достаточно выгодно для муниципалитета города Нижний Тагил. Но здесь не стоит забывать о тех, во-первых, ограничениях, которые установлены бюджетным кодексом. Они касаются самого предельного лимита муниципального долга, а также ограничения относительно дефицита бюджета. И также не стоит забывать о том, что если мы не выполнили обязательства по срокам, то по межбюджетным кредитам мы, возможно, будем выплачивать пение и штрафы. Соответственно, в этой связи мы все-таки, не мы, вернее, а муниципалитет города Нижнего Тагила дифференцирует свой портфель задолженности. И у нас есть как те кредиты, так и другие кредиты у кредитных организаций. Хотя надо отметить, что кредиты кредитных организаций, они, конечно, муниципалитет обходятся дороже, если говорить об управлении финансами. Спасибо, Елена Владимировна. Пожалуйста. К другим темам выпуска. Десять новых лифтов установлены в многоквартирных домах Дзержинского района. Средства поступили из регионального фонда содействия капитальному ремонту. Сегодня оборудование передано по актам эксплуатирующей организации. Подробности в следующем материале. Три новых лифта установлены в девятиэтажке по адресу улицы Зари, 77. Еще семь на Зари, 83. Заменено оборудование, установленный срок эксплуатации которого 25 лет. Давно истек. Так, на Зари, 77 лифты прослужили без малого четыре десятилетия. Монтаж проводили предприятия Тагиллифт-НТ и Екатеринбургская Средураллифт. Это лифты Щербинского лифтостроительного завода. Лифты, которые современные, соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза безопасность лифтов. То есть, в первую очередь, эти лифты отвечают требованиям современным безопасности. Все нацелено на безопасность жителей. Замене подлежало оборудование в шахте, машинном помещении, кабины, двери. Подрядчикам потребовалось около полутора месяцев. Жители успели оценить перемены, несмотря на то, что пуск состоялся только сегодня. Старый лифт был обыкновенный, дребезжал, боялись ездить, дети боялись. Но ничего, как-то справлялись, очень ждали, когда заменят. Дождались. Надеемся, все будет хорошо, будет без поломок. Будем ездить. По региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов, в 2016-м, первом квартале 2017-го года, в Нижнем Тагиле должны быть установлены 100 новых лифтов. Всего по Свердловской области – тысяча. В целом же, согласно данным, которые приводят специалисты, в нашем городе срок службы превышен у более чем 500 лифтов из полутора тысяч эксплуатируемых в жилых домах. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Квартплата не подорожает. В Свердловской области продолжает действовать ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги. В первом полугодии 2017-го года она останется неизменной и будет находиться на уровне текущего декабря. Во втором полугодии ее рост будет ограничен максимально допустимым индексом 7,5%. Однако обозначенный рост, подчеркнули в региональной энергетической комиссии, не является повсеместным. В большинстве муниципалитетов он не превысит 5%. Сезон капитальных ремонтов уже стартовал. Компания «Заостройкомплекс» – единственная выигравшая конкурс в этом году, приступила к работам. В центре города несколько недель назад начали трудиться подрядчики. Когда дома будут полностью готовы, знает Анна Хабарова. Крыша, проводка, чердаки и подвалы – проблем в одном из домов по улице Визовская накопилось предостаточно. Здание старой постройки в капитальном ремонте нуждалось давно. С середины ноября здесь трудятся несколько десятков специалистов стройкомплекса. С нетерпением ждали этого ремонта, потому что проблем в доме накопилось достаточно. Сейчас мы стараемся внимательно следить за ходом работ. Если возникают какие-то проблемы или у жильцов есть вопросы, то у нас есть возможность напрямую решать эти вопросы с представителями подрядчика. Ну а окончательный результат будем смотреть по окончанию работы. Сегодня крыша сделана ровно наполовину. Сдать ее строители планируют в январе следующего года. На этом доме специалисты стройкомплекса выполняют все работы, кроме электроснабжения. К фасадам, согласно правилам эксплуатации, смогут приступить только летом. Время у подрядчиков есть до 1 сентября. Погодные условия нас не пугают. Некоторые жильцы переживают за то, что делают крышу зимой. Это только плюс. Нет возможности затопить дождем людей. И, соответственно, снег можно всегда убрать с перекрытия, он не мешает никому. То есть, с людьми мы уже как бы опыта набрались, уже нормально работаем. То есть, люди уже как бы нормально относятся. За устройкомплекс – единственная компания, которая занимается капитальными ремонтами в Нижнем Тагиле в этом сезоне. До сентября следующего года она должна провести работы в 34 домах во всех районах города. Анна Хабарова, Артем Небылицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагилтовая. Председатель правительства РФ оценил тагильские вагоны. Стенд корпорации УВЗ в заключительный день работы 10-го юбилейного международного форума и выставки «Транспорт России-2016» посетил Дмитрий Медведев в сопровождении заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича и других высокопоставленных лиц. Генеральный директор корпорации Алексейенко презентовал главе правительства серийный образец контейнер цистерны для перевозки химических грузов. Главным конкурентным преимуществом цистерны является ее котел, выполненный из композитных материалов, использование которых позволило снизить массу тара и увеличить грузоподъемность. Полимерная поверхность также исключает возможность коррозии, поскольку взаимодействия контейнера и перевозимого груза не происходит. Быть или не быть, тагильчанин собирает подписи за строительство ледового городка и установки елки на площади у юбилейного. Житель вы и считает, нельзя лишать жителей микрорайона новогодних радостей. Как выйти из ситуации, расскажет Анна Хабарова. Смех ребятни, катание на горках, новогоднее настроение. В таком расположении духа школьники встречали рождественские каникулы несколько лет назад. Второй год подряд на площади перед Дворцом культуры юбилейный никаких торжеств не планируется. Нет возможности профинансировать сооружение ледового городка. Все люди, взрослые, дети, приходят на праздники сюда, им же тоже охота потом подарки они получили, там концерт, охота покататься и на елочку посмотреть. И ничего нету, ведь у нас есть крупные предприятия новые, крупные торговые точки. Можно где-то на совещаниях попросить, чтобы они вложили немножко денег. Юрия Соловьева сильно обеспокоила отсутствие ледового городка и елки новые. Сюда вспоминает, каждый год водил сначала детей, а после и внуков. На площади у юбилейного каждую зиму было много и маленьких детей, и подростков, и взрослых. Вернуть было и времена, хотят многие жители микрорайона. Жалко, конечно, что площадь пустует, детишки поиграют. Конечно, хорошо было. Я считаю, обязательно нужно. Это вообще горе, что здесь не бывает, что в том году не было. Это было такое горе для жителей. Вы натуральное горе. Уходили, конечно, я и сам бегал, но, в общем-то, я считаю, что можно вернуть. Никаких проблем сильных. Для этого, чтобы что-то было трудно, нет, не вижу. Снега в этом году много. Они раньше снег сюда возили. Но, по-моему, в прошлом году уже не было. Елки. Плохо, конечно. Надо это сделать обязательно. Площадь такая большая, пустует. Ну что, одни машины стоят. Детишкам в водке покататься, да и Новый год – это праздник, я считаю, для детей. У меня ребята и внуки ходили, так что это обязательно надо. Юрий Соловьев хотел, что называется, пустить шапку по кругу, но понимает – лишние деньги у рядовых жителей вряд ли найдутся. Потому предлагает предпринимателям сделать свой вклад в строительство ледового городка. В 2014 году подобный опыт прошел успешно. Я зашел к директору Дворца культуры Лебелени Лиди Вал. Она сказала, Юрий Иванович, никаких шевелей не будет, и елки в этом году не будет, потому что нет денег. Я написал статью. Тагильский рабочий журналист, напечатали. Называется статья «Елочка, где ты? Ау». И установили все елочку. Нашли одного человека, Дениса Шамсудинова, с парка Бондина. И он помог для детей сделать весь этот новогодний праздник. Все сделали они, и горочку, и елочку, свои аттракционы сделал. В поддержку своей идеи Юрий Соловьев собрал порядка сотни подписей. Сегодня принес их главе Ленинского района. На личном приеме Геннадий Мальцев пообещал оказать содействие в поисках мецената. Анна Хабарова, Артем Небылицын, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Тагильские робототехники приняли участие в Международной Олимпиаде. В конце ноября в Нью-Дели состоялся финал Всемирной Олимпиады роботов 2016 года. World Robot Olympiad. На соревнования приехали более 440 команд со всего мира. Россию представляли 19 команд, среди которых была команда «Арго» из городского дворца детского и юношеского творчества. Тагильчанин Егор Ермаков выступал со своим роботом в основной категории в младшей возрастной группе. По итогам выступления на World Robot Olympiad 2016 российской сборной удалось завоевать две золотые награды – одно серебро и одну бронзу. Тагильчане заняли 13 место в турнирной таблице. Сегодня 5 декабря – Всемирный день волонтера. Свой праздник отмечают самые милосердные и отзывчивые люди. Они за свою помощь ничего не требуют взамен. В нашем городе тоже есть такие люди. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать добровольцем, расскажет Ольга Фатыхова. Сергей в движении волонтеров почти три года. За это время сделано немало. Есть что вспомнить и чем гордиться. Несмотря на сложности совмещения общественной деятельности с работой, отказываться от волонтерства не собираются. Волонтерская организация изначально создавалась как помощь в проведении спортивных мероприятий. На данный момент мы являемся волонтерами полностью и социальными, и массовыми, культурно-массовыми мероприятиями у нас. Мы помогаем проводить. То есть это была акция «Чистые окна в домах ветеранах». То есть также наши волонтеры помогали в уборке. Дарья – одна из самых юных волонтеров, пришла сюда еще школьницей. По примеру, подруги так и осталась. Гордиться своей гражданской позицией считает добровольцем, может быть, не каждый. Это особое призвание неравнодушных и бескорыстных людей. Волонтерская организация я уже почти два года занимаюсь. Пришла в феврале 2015 года. Мне это нужно за тем, чтобы как-то развиваться, помогать людям. Потому что есть возможность помочь. Почему бы этого не сделать? На добровольцев из движения «Волонтеры Нижнего Тагила» возлагают разные обязанности. Это и проведение спортивных мероприятий, и помощь ветеранам, и пожилым людям. А, к примеру, накануне они встречали спортсменов из Канады. Вчера мы встречали делегацию из Канады. Это приезжали шесть девушек-спортсменок и их тренер. Наша задача была встретить их в аэропорту, немножечко рассказать им, куда они вообще приехали, и сопроводить их до их места в отеле. Такой деятельностью я вообще начала заниматься совсем недавно. То есть для меня это все в первый раз, и вообще столько эмоций после вчерашней поездки. Сам факт того, что я общалась с иностранцами, с канадцами, это была моя мечта, то есть побывать в Канаде, пообщаться с ними. Но в итоге Канада приехала, можно сказать, сама. Впереди у волонтеров много работы. Уже в конце этой недели начнутся соревнования на Кубок мира по прыжкам с трамплина. В этом масштабном мероприятии задействовано более ста добровольцев. Мы набираем 115 волонтеров, а заявок было более 300. Есть актив ребят, которые участвуют практически во всех мероприятиях, которые уже становятся моими помощниками, лидерами. На них я опираюсь. Они точно так же являются руководителями в объединении. Ольга Фатыхова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. И для того, чтобы узнать о волонтерском движении в Нижнем Тагиле более подробно, мы пригласили волонтера Максима Мелькова. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы пришли в волонтерское движение? В волонтерское движение я пришел 4 года назад уже. Это было у нас собрание институтов совета, управление по делам молодежи. Мы собрались просто студентами с разных колледжей, университетов на обычном собрании. На этом собрании у нас была повесточка, что в городе Тагиле образуется команда волонтеров на мероприятие «Прыжки с трамплинов». Нежелательно принять участие, мы согласились, приняли участие. У нас было первое мероприятие в 30 человек. Мы его провели очень классно. Нам это понравилось. Мы стали как-то развиваться, узнавать о волонтерстве. И это все движение затянуло. А какая история запомнилась больше всего? Самая такая интересная история, которая тронула для глубины души, это была история на Кубке мира по прыжкам с трамплинов. Там к нам приехали люди с ограниченными возможностями. Их надо было с парковки доставить до самой трибуны наверх. И мы в шестером с ребятами поднимали ребят-колясочников. И тут я задался вопросом, а вообще как живут люди, как живут люди с ограниченными возможностями, как они передвигаются. И вот после этого решил создать что-то еще в Тагиле. И появились так вот автоволонтеры. А какие движения волонтеров в Тагиле существуют в настоящее время? Движений много. Вот есть спортивное волонтерство, есть социальное волонтерство. Спортивное волонтерство – это волонтеры Нижнего Тагила команда. И социальное волонтерство – это автоволонтеры Нижнего Тагила. Насколько активно развито общение с волонтерами из других регионов, из других городов? Опыт общения развит вообще колоссально. Езжу по всяким городам, где только не был. Был в Красноярске на форуме, был в Казани недавно на мероприятии. В Екатеринбург очень часто езжу. Так еще хочу съездить вообще во многие города, где проходит что-то интересное. Максим, как можно стать волонтером? Расскажите нашим телевизорителям. Волонтером стать очень просто. Надо просто вступить в группу волонтер-инженерного Тагила. Там у нас бывают очень интересные записи о всяких мероприятиях. Попытаться записаться на мероприятия. Ну, а еще проще прийти по газетам 26 к Слане Геннадьевне и записаться в нее. Получить волонтерскую книжку и стать официальным волонтером. Какие-то ограничения по возрасту, может быть, существуют для волонтера? Ограничения существуют. Бывают с 16 лет мероприятия, бывают с 18. Есть ограничения, допустим, детские мероприятия можем с 15 лет взять. Все зависит от человека, как он себя проявляет, как он активно ведет себя. У нас есть люди, которые работают на мероприятиях с 15 лет. У меня вот сестра уже второй год волонтер, ей сейчас 16 лет будет, а у нас с 14 лет волонтерит. Насколько понимаю, надо быть жизнерадостным, позитивным, дарить позитив, радоваться жизни, только с улыбкой. Спасибо, Максим. А теперь к другим темам. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на вторник, 6 декабря, 63,92 рубля, евро 67,76 рубля. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США – 63,95 рубля, покупки 63,51 рубля. Единую европейскую валюту можно приобрести за 68 рублей 3 копейки, реализовать за 67 рублей 65 копеек. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Спутник скрасил выходные болельщиков своей игрой. В Кургане тагильчане обыграли местное Зауралье и одержали за последнее время восьмую победу подряд. Хозяева льда открыли счет уже на первой минуте. Никита Сироткин пробил Егора Назарова. Наши хоккеисты ответили за 5 секунд до сирены перед вторым периодом. Гол в раздевалку отправил Вадим Кравченко. За 28 секунд до финальной сирены наши земляки поставили красивую победную точку. 2-1 в пользу спутника. К слову, серия поражений у Зауралья от оранжевых уже длится на протяжении 5 лет. С ноября 2011 года курганцы не выиграли ни одного матча у тагильчан. Теперь бобры возвращаются домой. В субботу на родной ледовой арене будут принимать Ишсталь. Уралочке же напротив порадовать своих болельщиков не удалось. В тяжелейшей встрече на выезде тагильчанки уступили протону. В первой партии хозяйки площадки допускали меньше ошибок и сумели выиграть со счетом 25-32. Во второй наши волейболистки потрепали нервы как себе, так и соперницам. Но все-таки смогли быть точнее 26-24. На протяжении третьего сета оппонентки уступать друг к другу не хотели, но соперницы оказались сильнее. На этот раз 26-24 в пользу протона. Четвертая партия стала решающей. Опять лидерство взяли саратовские волейболистки. 3-1 поражение Уралочке НТМК. Самым результативным игроком в нашей сборной стала доигровщица Ксения Порубец. Она набрала 33 очка. Следующий матч в рамках чемпионата России тагильчане проведут на домашней площадке завтра. Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов. Также нас могут увидеть и абоненты IP телевидения Планета. 33-я кнопка. Конвекс. 225-я кнопка. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи. А также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefiz.tv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания Art Media Group. В декабре действуют специальные предложения. Спланируем вашу рекламную кампанию под любой бюджет. Art Media Group. Расширяем возможности. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова